В День защиты детей подарок получил детский дом-интернат в Шимске. Ребята из Ушинки уже опробуют новый микроавтобус «Газель Некст». Машина позволит воспитанникам с комфортом добираться до школы, посещать культурные и другие мероприятия. 13-летняя Диана любопытна от природы. Ей интересно все, что связано с искусством. Она сама весьма неплохо рисует и лепит, но учится композиции и сочетанию цветов предпочитает у классиков. Рассматривать картины в печатных изданиях совсем не то, что в галерее или музеях. На выставках она бывала и раньше. Теперь поездки в музей станут не редкостью, а ежемесячным приключением. Я люблю кататься на бассейне. Мне очень нравится. Понравилось? Это новый автомобиль такой? Да. Куда будете на нем ездить? Мы бываем, ездим в музей. Автомобиль для этих ребят не роскошь, а необходимое средство передвижения. Об этом говорит закон. Еще лучше это понимают педагоги. Запереть детей, способных передвигаться только с помощью инвалидных кресел, в четырех стенах, пусть даже очень любимого интерната, было бы преступлением. Им жизненно необходимы поездки в школу, музеи, кино и театры. Мы обязаны подарить детство нашим детям. Поэтому вот их ждет насыщенный летний оздоровительный сезон. Будем ездить, путешествовать. У нас есть туристическое оборудование, палатки, котелки. В общем, будем отдыхать, чтобы дети почувствовали, что за них заботятся. Газель, способная подарить четырем инвалидам-колясочникам свободу передвижения по области, была приобретена в рамках благотворительного марафона «Рождественский подарок». Ребята, вы знаете, что у нас в области в этом году в 26-й раз проходит рождественский марафон, в рамках которого удалось оказать помощь 13 тысячам жителей нашей области. И в рамках этого марафона для вас был приобретен автомобиль, который оргкомитет поручил мне вам передать. С вашего позволения я передам ключи от этого автомобиля, на котором вы сможете ездить в школу, участвовать в культурных, спортивных и других интересных мероприятиях, проводимых в районе и области. Уже осенью ребята, благодаря появлению нового транспорта, смогут посещать школу в Шимске. Пока специализированная «Газель» в интернате одна, и водителю придется делать несколько рейсов, чтобы все мальчишки и девчонки смогли получить знания и общаться с новыми друзьями. Из Шимского района Алена Сувтина, Олег Федоров, Новости, Новгородское областное телевидение.